медово-орехово-лимонный приветик будем с вами готовить эликсир очень быстро обычно этот эликсир готовится когда такое прохладное время года наступает и на моем канале уже есть этот эликсир но тем не менее мы с вами повторим немножечко может быть в другой вариации а вы каждый сам себе что-то добавите и это лимоны назвать этот эликсир можно каждый назовет по-своему можно назвать эликсир радости кто-то эликсир энергии кто-то эликсир счастья кто-то эликсир любви в общем тут три лимончика я их порезала и добавим сюда вот такие свежие камбарис клюква записала себе то что не всегда забывала клюква такая но она свежая такая свежая не замороженная вот я ее тоже стаканчик вот здесь вот порезала клюкву это же мы ее сюда добавим видно вам и как красиво это клюква у кого нет клюквы тоже ничего страшного вот лимончик клюква орехи я люблю орехи пекан вот такие я люблю орехи но разницы нет любые орехи какие у вас есть любые орехи можно добавить орехи вот я их тоже я их не резала я их знаете поломала так чуть-чуть поломала их это же сюда добавляем вот уже какая красота получается а теперь немножко добавлю знаете это семена льна просто лен вот семена льна тоже их добавлю сюда немножко лен сами знаете всегда очень хорошо действует для очищения ну и мед вот у кого какой есть мед у меня такой есть мед мед добавить под весь эликсир удовольствие получите медом заливаем знаете пропорции никаких нет кто какие пропорции сам себе сделает такие пропорции и будут ну как правило лимончики дают сока много поэтому немножко оставил оставлю место чтобы сок сок соку место было вот такой вот эликсир мед постепенно спуститься сюда а то можно размешать вот такое такой эликсир ну так скажем молодости здоровья радости энергии хорошего настроения такой в холодный период его прекрасно вот утром с чашечкой кофе представьте какая прелесть это такой полноценный завтрак кто ложечку кто две кто три кто как сколько хочет ну это такой полно получишь витамин я наедаюсь ну все все мы по-разному конечно ну в общем вот такой эликсир так скажем здоровья любви радости энергии силы приготовили с вами давайте я отодвину чтобы она нам не было в кадре но нам в кадре не мешало хоть это и эликсир хотела вот что с вами какую идею показать ну волосы отрастают и иногда хорошо как-то легли иногда не соберешь в кучу сюда падают вот скоро думаю что буду делать какими-то ободками пробовала ободки вот это мои такие ободки которые я для для гигиены когда таких вот у меня два ободочка всего есть но знаете хочу посмотреть где то на может быть на просторах интернет потому что у вас какие-то идеи есть на просторах интернета посмотреть как делают ободки но вот не не из металла не не из металла там или из пластмасса чтобы внутри было потому что вот например так целый день ходить или как-то там два-три часа ходить устает голова не все не все такие даже очень вот эти вот смотрите такие мягкие мягкие все равно как-то чуть-чуть зажимает не очень комфортно а вот хочу посмотреть у кого-то может быть есть идея вот сделать вот такой вот ободок это просто поясок от платья ну это чтобы было в виде оба дочка как-то вот так вот но эстетически правильно сделать чтобы это применять на практике ходить ходить так сделать себе как-то разных видов или вот так может так он должен быть ну может у кого-то есть какая-то идея может кто-то применяет для себя но мне так нравится тоже поищу по на просторах интернета поищу как это делается и хочу всяких разных ободочков себе для разных нарядов сделать потому что волосы отрастают и пока еще не знаю как куда их то ли отрастить так чтобы коры сделать то ли наверх их убирать то ли пополам делать то ли на бок ну так что вот если у вас есть какая-то идея напишите может кто-то уже пользуюсь пользуется этим отвечу на несколько вопросов рузана покажите чем вы пользуетесь для личной гигиены вы говорили что вы убрали мыло покажите чем вы пользуетесь в личной гигиене да я мыло убрала убрала совершенно мыло вы знаете я только вот этими перчатками и любыми скрабами которые есть кстати но мне их заканчиваются я вам не хочу эту баночку показывать она эстетически заканчивается она уже не очень хорошо выглядит я как с пару скрабов куплю я вам покажу какие какие скрабы просто смогут аптеки с магазина я покупаю а для личной гигиены тоже в аптеке я не знаю я думаю что во всех во всех так продается аптеках может разные конечно компании ну вот у нас продается для личной гигиены вот такие вот джели для именно для гигиены личной и этот вот например у меня это от запаха а этот для sensitive skin это для чувствительной кожи такой вот на ромашке там что-то цветочный такой но их у нас много разных есть эти джели которые которые для регулируют hp щелочной баланс вот у кого-то если какие то есть тоже для регуляции регуляции щелочного баланса есть на ромашке есть на алое есть на эвкалипте разного вида поэтому я каждый раз раз на и беру чтобы не не было привычки привыкать к одному тому же виду каждый раз разные беру но я пользуюсь вот вот этим это конечно прекрасно специально для личной гигиены все тут больше ничего не добавишь ничего больше не придумаешь отвечает полностью стопроцентно отвечает за личную гигиену ну помните как быть счастливым помните как быть счастливым никому не завидовать никому не завидовать ни на кого не обижаться и не копаться в прошлом даже в прошлом неделю назад вот что-то кто-то так сказал не так сказал так посмотрел не так посмотрел не позвонила дочка или не я не ответил сын и перебираешь уже неделя прошла уже ребенок вспомнить забыл уже что он там маме ответил не ответил или как ответил а ты про это думаешь вот это вот туда вообще не копаться и и не вспоминать я помню ну маме моей наверно было уже лет ну она под 90 я ей как-то грамм не 50 я ей говорю мама ой какая говорю я была дурочка вот помнишь вот тогда то тогда то я вот так тебе ответила а вот я тебе вот так сказала а я тебе вот то сделала вот мам помнишь и вдруг мама мили говорю такая была говорю я не понимала вот такая была так и вдруг мама мне говорит ты думаешь я это помню я помню что все дети мои были со мной внуки все были со мной все были живы все были здоровы и я была молодая вот это я помню а то что вы мне говорили или то что вы мне сделали или то что вы мне я это вообще не помню я была молодая и вы все были со мной вы все были молодые маленькие все были со мной все мои дети все мои внуки а потом все разъехались все уехали кто куда кто где так что вот конечно быть счастливым это прошлое не лазить в прошлое ничего там не копаться не анализировать меня не перебирать в своих мы это держит в голове держим не копаться в прошлом не завидовать никому и обиды вы эти обиды вот тут душат как обиды ой как обиды войти пахнут и душат а человек уже просто забыл про вас а ты все вспоминаешь за на какой у вас сейчас крем для лица ну я вам говорила что я очень долго пользовалась 8 лет пользовалась компании французской компании или рак мне очень нравилось там несколько линий есть я пользовалась премиум line черной линией и в этом году я перешла на другой крем но оставив остались вот у меня еще сли рака остались вот этот эликсир то есть вот это масло вот вот а это масло для меня ну потрясающий даже если его на ночь оставляешь даже если его на ночь я знаю что утром надо ну я настолько с этим эликсиром привыкла что я его на ночь положить и утром встаешь ты просто в восторге вот такой вот осталось здесь немножко я его допользую то что я уже от ли рака отошла 8 лет достаточно и маска еще их осталось тут тоже может быть на 3-4 раза маска вот это было тоже потрясающая маска тоже осталось немножко но перешла я на другой и я вам тоже по моему уже его показывала но в любом случае я вам еще раз покажу я вот перешла на компания дарфин вот они мне тоже дали пробники сейчас вам покажу масло вот такие пробнички вот эта компания кстати вот их масло попробовала они мне дали три вида и мне не подошло какая-то немножко как не подошло то есть брать не буду вот крем у них мне очень нравится но крем я думаю что на зиму сейчас это я уже второй раз его повторила второй раз его повторила и я вот недавно в аптеке я в аптеке покупала их и недавно в аптеке была спросила или есть немножко по ричард ричард это по пожирнее что-то немножко прям пожирнее чтобы было то что у нас очень сухо у нас отопление какое такое сухое отопление очень сухо в квартире делается и говорю есть что-то такое она мне показала и я даже пробник смогла посмотреть текстуру хотя сейчас это не разрешено вот у нас никакой большое это время не было не разрешали паночки открытых не было чтоб ты мог помазать ну вот связи с этим с этой ситуации но тем не менее там у них был открытая баночка тестер я попробовала и нет текстуру очень понравилось я говорю дай мне какой-нибудь пробник я попробую два-три раза чтобы подойдет мне или нет она гад пробников у нас нет но ты можешь его купить этот крем и если тебе не подойдет даже если хоть полбанки останется ты принеси назад и мы возьмем так что вот пока у меня вот этот это просто он да он гидратан и речь написано что он жирненький но не не настолько насколько вот для нашей зимы надо ну попробую я вот тот тот если второй крем возьму он немножко структура такая о или маслянистая чуть-чуть структура вот попробую если подойдет то я вам покажу что я его куплю как я его употребляю но если это кому-то вот ну вы спросили я отвечаю масло их не подошли хотя очень качественные и компания очень приятно очень хорошая но не подошли масло их все многие сказали что есть у вас такие духи кстати я сейчас перед перед съемкой подушилась так приятно пахнет то есть ну многие узнали эти духи у многих были и то есть вы понимаете о чем этот запах и смотрите как мы на всех и на таких разных континентах а как ну вот о чем это говорит что все мы разные но мы все одинаковые пользуемся что в основном одни и те же компании но где-то чуть чуть лучше где-то чуть чуть другие а так в основном представляете как так что еще хотела а вот вопрос такой был вот какой крем для лица я сказала за на здравствуйте розаная недавно подписалась и не знаю сколько вам лет подписалась на ваш канал и не знаю сколько вам лет у вас нет нависших век вы делали блефаропластику мы уже на эту тему говорили но вы как новенькая еще раз говорю я не отправляю у меня есть видео найдите посмотрите я повторить могу для меня это ничего у меня нет на мне 60 лет я свой возраст не скрываю мне исполнилось 60 лет в этом году не скрываю свой возраст не стесняюсь свой возраст не не боюсь возраста своего и нависших век нет нависших век нет я думаю две вещи две вещи во первых строение такое у моей мамы то же самое было у нее то же самое было ей уже было 90 с лишним а ушла в 96 96 лет и у нее открытый всегда был глаз вот уже возраст было видно все было видно а глаза открыты как будто бы вот как будто вот такой я думаю что это либо наследственное вот просто строение такая надкосность какая тут я не знаю что это либо это и плюс наверное ко всему то что я делаю это упражнение потому что когда я начинала делать это упражнение я вам говорила что я первое что заметила это вот здесь которые были вот так морщинки морщинки которые были как я их видела и вот именно через три месяца они мне бросились в глаза я думаю если это место подтянулась из-за упражнения то я думаю и глаз сам по себе подтянулся потому что у меня вот эта часть взяла эта часть долга эта часть долга брала на эту часть долга после пяти после шести лет я стала даже скажу вам вот этот даже последний год это я уже замечаю что она получше 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 ну это долго взяла на и на вот нижнюю часть а эта часть моментально подтянулась и я думаю также подтянулся глаз и плюс ко всему еще вот такое строение это просто такое строение такое 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 строение глаза вот это вот надкость надкостная часть как-то вот видимо держит но у мамы моей также было мне тоже всегда были открытые глаза в любом ее в хорош хорошо хорошо по жилом возрасте глаз был открыт и упражнение и рузана скажите пожалуйста тоже кто-то написал я недавно на вашем канале еще не все посмотрела скажите пожалуйста как вы пришли к упражнению к этому откуда вы его знаете как вы к нему пришли кстати могу сказать что по поводу этого упражнения и такой вот практике на моей личной практике вот в декабре будет восемь лет как я его делаю ежедневно за восемь лет два два дня я пропустила то есть два раза когда у меня была проблема с имплантацией зубов тоже есть видео рассказывала вот если не могла делать очень была боль болела вот два и за восемь лет я два раза пропустила так я делаю ежедневно и вот такая вот практика ежедневная даже сейчас скажу так мимо 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 ходом ведут со мной кое-какие компании медицинские ведут со мной переписку по поводу того чтобы внедрить это в медицинскую даже кафедру или в общем так ни о чем то есть эффект этого упражнения но проверить на состоянии моего внутренних всех моих органов то что восемь лет я делаю без перерыва ну это другая тема да то есть как как я к нему пришла почему я его начала делать тоже есть видео я рассказывала но тем не менее те кто новый появился потому что я рассказываю их их как-то ну не всегда одной такой цепочкой одним таким рассказом как-то немножко того расскажу немножко того расскажу и видимо не всегда уловишь саму суть самого откуда она появилась конечно она появилась от того что у меня начались проблемы с плечо левое плечо я много лет работала я правой правая рука была у меня задействована а левая всегда было и я сидела очень некомфортно сидела сидела такой какой-то был кресло диванчик я иногда сяду даже на перекладину сяду и половина тела так половина так и я как-то за столом вот такой вот у меня вот такое кресло оно какое-то было я могла и так и так ну вот как там неудобно был и всегда получалось что я правой на столе что-то я сидела там свои дела делала а эта страна я стала замечать и я очень рано обратилась доктор потому что левая часть мне давала о себе знать и как будто мне казалось это сердце я всегда приходила к доктору говорила сердце игре у вас все нормально мадемуазель тогда я еще была мадемуазель потом стала говорить и все от болит стали называть мадам то есть я давно обращалась к докторам какие-то мне кремы какие-то массажи какие-то мне таблетки я пила даже таблетки я она все потихоньку потихоньку плечо просела и получился перекос постепенный и в ателье я пас похудела на 20 килограмм пришла в ателье чтобы мне уменьшили пальто и она мне говорит девочка женщина вы знаете я вот тут у вас вот как-то так я вам тут нам поставлю здесь доставлю я вам сделаю ровно я говорю а что у меня неровно она говорит ну вас плечи неровные я говорю как неровные она у многих это так у многих я вам все сделаю я внимание даже не обратила прошло наверное с полгода я думаю ну только купила обувь хорошую вейтсман стюарт эти у меня были туфельки такие странно такую хорошую обувь взяла в чем дело почему стерся стерся с одной стороны стерлась пришла к сапожнику говорю вот ты знаешь говорю такая говорю некачественная обувь он так смотрит на меня и год мадам обувь у вас качественная у вас просто и объясняет мне говорю как как такое он готовит и у многих у многих я вам сделаю я вам и я тогда задумалась думаю странно в ателье мне когда-то полгода назад сказала женщина этот сапожник мне такое сказал думаю странно что ж такое я пришла домой я стала переодеваться перед большим зеркалом и я увидела и вот здесь только я увидела что я увидела ребро одно ровненькая правая ровненькая гладкая вообще ничего не как всегда а это ребро было опущено и вперед вышло я это увидела и когда я попросила мне сфотографировать сзади мои плечи все стало понятно и плечо съехала и я стала думать ну вот что куда я приду вот куда мне идти ну что я приду к доктору я столько ходила по доктора ну что мне доктор скажет ну как он мне это выровняет я в поняла сразу откуда это мои работы и это я сама сделала думаю странно что вот что я могу сделать это никакие мази никакие кремы как операция какая операция что как тебе поднимут это ну что нужно здесь и я как же мы какое думаю упражнение такое какое-то надо упражнение раз так вот много лет я постепенно постепенно значит надо как-то в эту стоп так эта сторона просять думать что же сделать и стоял у нас как-то веник или швабра что-то стояла взяла эту палку я хотела палку закинуть на плечи я не смогла не то что закинуть на плечи руки положить могла вот так еле-еле кисть но эта рука хорошо а эту кисть не могла заложить вот сюда палкой и сразу не медь начала колоть начало неприятно неприятно и все я поняла что только это что-то вот это меня спасет что я должна поднимать поднимать я много очень для этого сделала я всю свои все все свое время приспособила для того чтобы постоянно я следила где мое плечо постоянно делать эти упражнения по начинала с двух-трех минут еле-еле я делала это я уже видео говорю делайте три раза хотя бы по начинайте по пять минут я делала 15-20 я посты по полминуты по минут я постоянно вверх постоянно вверх постоянно вверх даже себе тут то какую-то птичку поставлю чтобы напоминать как только встаю руки мои плечо где плечо то какой-то браслетик одеваю там какую-то ниточку завяжу такую чтобы что-то хожу хожу как она мне на себе напомню сразу где мое плечо где мы все я стала выпрямлять вот откуда это упражнение но я только чуть-чуть подняла руки и сразу было приятно сразу было хорошо вот откуда это упражнение а такие большие хорошие подробности вы тоже можете это остальное все увидеть на в других видео будем с вами заканчивать что всем вам эликсира любви счастья радости здоровья ни на кого не обижайтесь никому не завидуйте и не копаться в прошлом вот что сейчас что сегодня и чуть-чуть вперед смотрим я вас всех уважаю не забываем ставить лайки спасибо вам большое и до следующих встреч пока